Добрый вечер! В эфире Чистая Ньюс. В студии Евгений Кашевой и Валерий Житков. Коротко о главном. Экс-президент Франции Николай Саркази посетил Одессу. Приезд Саркази заставил изрядно напрячься местных чиновников, ведь они знают, если бывший президент приезжает в Одесскую область, жди перемен. У Верховной Рады на митинг вышли женщины. Главное их требование, чтобы в новом парламенте было половину мужчин и половину женщин. Мы, кстати, согласны с этими требованиями, потому что нам уже надоели эти скучные однополые драки. Украинский парламент принял законопроект, в котором частично разрешается поставка украинских дров за границу. Частично. Это радует, потому что до этого момента вывозили без ограничений. В общем, все. Дрова карпатским лесам. А сейчас главные новости ушедшей недели в музыкальном отчете Евгения Кашевова. Всем привет! В эфире итог недельных новостей. Рекомендую убрать от экрана беременных и детей. Такое происходит, что брови дыбом встали. Короче, эти новости меня реально сарифмовали. Наконец-то родители повели детей в школу. Дети несли цветы, а родители деньги на шторы. Подарок от министерства был стогсшибательный. Теперь 12 лет от звонка дозвонкалось. Просто замечательно! Снова под радой автокатолики поставали. Те, кто веру в нашу регистрацию, на польскую променяли. Требовали, чтобы растаможку снизила власть. Кто вам могло жопым что дать? Горячую воду в Киеве дадут вместе с отоплением. Теперь у кастрюль для борща двойное назначение. Чем греть воду, Виталий? Ведь мыться-то холодно. В городе Киеве более 400 деревьев, приходящихся на одного жителя города. ППП с Порошенко в ресторане «Тимбилдинг» проводили. Правда, доклады депутатов больше на тосты походили. Обсуждали ВВП, курс доллара, ВТО, а в итоге решили... Что в украинских ресторанах было украинское сухое вино. Вот так вот! Спасибо, Евгений. Всегда пожалуйста. На днях состоялась неформальная встреча Петра Алексеевича Порошенко с депутатами фракции БПП. Так сказать, президент провел мальчишник перед выборами. Депутаты не знали, зовет он их хвалить, либо ругать, и всерьез волновались. Накануне встречи нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что место сбора неизвестно. И, цитирую, не знаю, нас автобусами везут. Такая загадочность, видимо, сильно напугала депутатов, так как они в тот же день на всякий случай приняли поправки, ужесточающие ответственность за торговлю людьми. Правда, все обошлось. Президент рассказал членам блока об армии, языке и церкви. Как отметил один из присутствующих, в принципе, можно было не ехать, а просто почитать бигборд. В предвыборной кампании подключился еще один кандидат, один из лидеров оппозиционного блока Александр Вилкул. Его слоган «Выбор есть». Приятно, что наконец-то появился честный кандидат, который сам напоминает избирателям, что выбор есть, есть и другие кандидаты, и не обязательно голосовать именно за него. Напомню, Александр Вилкул в свое время не прошел в мэра Днепра, а сейчас собирается не пройти в президенты Украины. В Киеве начинает работу миссия МВФ. Хотя я бы немножко поменял ударение. Учитывая состояние экономики страны, правильно говорить не «миссия», а «миссия» МВФ. Итак, «миссия» МВФ состоит в том, чтобы не просто одолжить денег, а наладить экономические процессы, происходящие в нашей стране. Поэтому можно смело сказать, что «миссия» невыполнена. Главным условием очередного транша является поднятие цен на газ для населения. В правительстве отметили, что готовы пойти на этот шаг, но это потянет за собой поднятие цен на воду и отопление. Хотя МВФ об этом не просил. Лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в категорической форме призвал МВФ не давать деньги, цитирую, нынешней вороватой власти. Логика есть. Зачем давать этим? Ведь скоро выборы, и вороватая власть может поменяться. К другим новостям. Президент Петр Порошенко предложил закрепить в Конституции страны стремление Украины в ЕС и НАТО. Но вообще-то Конституция – это документ, который принимается на века, и отсюда становится понятно, сколько, по мнению президента, будет длиться наш путь в ту сторону. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун продолжает развеивать мифы и давать советы на своей страничке в Фейсбук. Например, Супрун разрешила есть мороженое, когда болит горло. Можно ли есть мороженое, когда горло не болит, Супрун не рассказывал. В другом своем посте госпожа Супрун пишет, что кактусы рядом с компьютером не спасают от радиации. Вот так, одним своим заявлением госпожа Супрун выбросила на улицу миллионы кактусов. То есть работали они себе, работали, и тут бац, все, не нужны. Что же теперь им делать? Уезжать обратно в Мексику? Рассказала Супрун и о том, что вегетарианство полезно, но отказываться от мяса надо постепенно. У меня вопрос, как же от него можно отказываться постепенно, если цены растут так резко? Так же Ульяна Супрун ответила на вопрос, можно ли есть еду, если на нее села муха. Так, ну-ну, продолжай. Оказывается, нельзя. Так, нельзя. А как же вот это? Этот жест не работает? Нет. Этим жестом соблюдались все санитарные нормы торговли на рынке. Более того, Женя, у меня для тебя очень плохая новость. Вот это раз, два, три микробы не зашли, тоже не работает. Ну, что же вы делаете, Ульяна? Нельзя есть мясо, нельзя есть еду, на которую села муха. Я так понимаю, что вся суть обещанной медицинской реформы сводится к всеобщему лечебному голоданию. Ну, не сгущай краски, в конце концов у нас остались каттусы. Так что в первое время продержимся. В общем, не все так плохо, как нам рассказывают, и я уверен, что завтра новости будут еще позитивнее, чем сегодня. Завтра мы встретимся с вами сразу после вечернего выпуска ТСМ. До свидания. Пока.